Следующий комментарий. Я знаю, что вы искренний человек и дадите сами себе отчет, что 10-15 лет назад вы бы не говорили так, как сегодня. А почему? Потому что 85% тогда приткнулись бы, а 15 бы только с вами согласились. Теперь же произошла трансформация мышления. 85% примут то, что вы говорите, а 15% могут приткнуться. И это дает вам право так говорить. Вы все равно думаете, что я как бы приспособленец, я как бы политик. Чем занимаются политики? Чем занимаются политики? Просчетом. Значит, общество туда наклонилось. Как и Давид пересчитывал народ, и Господь его за это наказал. Почему? Потому что когда он знает, сколько у него людей, когда он знает, сколько армия у этих врагов, армия у тех врагов, тогда легко вести политику. Политика — это расчет. Политика — это умение вести расчет. Поэтому Давид решил сориентироваться. Этих будем давить, перед этим будем заискивать, подарки носить, поклоны бить, потому что мы их не победим. А вот этих победим. Эти будут нам носить подарки. И эти нам будут бить поклоны. Это политика. Бог за это наказал Давида. Потому что Давид знал сердце Бога. Давид всегда жил верой и доверием Богу. Так и вы пытаетесь меня как бы, ну, прочитать. Вы пытаетесь мне приклеить что-то, что я здесь как бы сориентировался во времени. Одно, с чем я согласен, что время меняется. Это правда. Время меняется. Культуры меняются. Подходы меняются. Моды меняются. Автомобили меняются. Телефоны меняются. Все меняется. Вы, кстати, тоже меняетесь. В этом отношении — да. Но я не тот человек, чтобы играть в шахматы и просчитывать несколько ходов вперед. И человек этот, я не знаю кто, вы не подписали свое имя, вы продолжаете писать. И так вот во мне возникает конфликт. Где же истина? То есть, 15 лет назад или сейчас. Вот здесь вся и дилемма, что мы временные культурные моменты хотим придать им как бы такой вечный смысл. Истина в Священном Писании. Истина незыблема. В отношении истины я не изменяюсь. Я как верил, как ходил перед Богом. Все эти духовные принципы сохраняются полностью. А вот эти культурные моменты, они постоянно изменяются. Наши дети, ваши дети, внуки, правнуки будут по-другому выглядеть, чем вы. И вы это хорошо знаете. Разве истина меняется, вы пишете? Или мы только так поздно к ней приходим? Если да, то почему смена мышления христианского общества пришла не под влиянием Божьего Духа, а от свободы, о которой предупреждал апостол Павел, только бы свобода не послужила поводом к ухождению плоти? Мы уже об этом говорили. Как только вы разграничите временное и вечное, вас отпустят. И вы поймете, что здесь нет никакой игры и никакой политики. Дальше. Слушаю, уважаю, пишет человек, но смею заметить, здесь горькая ошибка. Вы, Александр, спутали обычаи и грехи. Это я спутал? Я спутал обычаи и грехи? Или вы обычаям предали статус греха? Кто из нас что спутал? Или вы взяли обычаи и традиции и назвали это грехом? И создали свои местечковые истины, которые не соответствуют объективной истине, которая всегда одинаково и не изменяется. Потому что это как раз вы взяли обычаи и традиции и придали им такой духовный статус, чтобы они были вовеки неизменны. Курс преткновения, соблазна и осуждения – это о проблемах в церковной среде, о межличностных проблемах. То есть мы поднимаем на поверхность те вопросы, где больше всего возникает конфликтов. И мы пытаемся объяснить, как стоит, как нужно, как следует относиться друг к другу в тех вопросах, которые мы понимаем по-разному. Диалог всегда важен. Изоляция – это всегда путь очень рискованный. Во-первых, в изоляцию уходит человек высокомерный, который абсолютно убежден, что он обладатель полной истины. И все, кто не разделяет его взглядом, они автоматически вне истины. Такие люди агрессивны, такие люди очень резкие. Они, как правило, исключают из своего круга общение всех инакомыслящих. Это авторитарный подход. Великий апостол Павел, который обладал чрезвычайностью откровений, как никто другой в истории, сказал, я иду в Иерусалим по откровению, чтобы представить перед апостолами мое богословие, сверить часы, сверить точки, как мы учим, как мы понимаем важные глобальные вопросы. Этот курс написан, чтобы помочь людям выбраться из тех лабиринтов, где они запутались в силу своего воспитания в прошлом, каких-то традиций, накатанных представлениях, которые автоматически воспринимаются как истины. Но при объективном исследовании вопроса, при открытом сознании, ты начинаешь понимать, что мы были зациклены на вещах, которые, в принципе, истинных отношений не имеют. Преткновения, соблазны, осуждения. Этот курс объясняет проблему конфликтов, возникающих в Церкви на почве разных взглядов, вкусов, традиций и мнений людей. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org. Продолжение следует...